Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Великий писатель Эрих Мария Ремарк справедливо замечал. О счастье можно говорить минут пять, не больше. И что тут говорить? Только то, что ты счастлив. О несчастье люди рассказывают годы напролет. И если понятие счастье и несчастье – это ситуативное состояние, то депрессия – это вполне серьезное заболевание. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы поговорим с вами о депрессии, об этой проблеме и как ее решить. И пока предлагаю вам посмотреть сюжет. Само слово «депрессия» в буквальном переводе с латинского происходит от слова «давить» или «подавлять», что, по сути, очень точно передает основные симптомы такого состояния. Многие люди считают, что депрессия – это болезнь, которая распространилась и приобрела такое большое социальное значение, только в наше время и не была известна раньше. Но это не так. Депрессия известна врачам еще со времен античности. Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ подробно описывал под названием «меланхолия» – состояние, очень напоминающее наше сегодняшнее определение депрессии. И даже рекомендовал лечение в рамках возможностей античной медицины. Сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Оксана Владимировна Шилова, а также главный внештатный психолог Управления здравоохранения Гомельского обл. полкома Ольга Николаевна Уздовская, а также двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать. Это Кристина Лукьянова и Герман Хавренков. Ребята, давайте мы с вас и начнем. Итак, первый вопрос, который мы сегодня хотели бы вам задать. Скажите, пожалуйста, депрессия передается ли она по наследству? Вы можете воспользоваться планшетами, а мы пока продолжим разговор наш. И мне хочется начать со статистики. Оксана Владимировна, ожидается, что к 2020 году рост произойдет числа случаев депрессии. И она уже станет на втором месте после таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца. А в некоторых странах прогнозируется даже, что это заболевание будет на первом месте. Насколько справедлив такой прогноз? Совершенно правы, Татьяна Николаевна. Дело в том, что уже сейчас психические расстройства в целом по снижению качества жизни, по снижению трудоспособности находятся на втором месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы. А если учесть, что они ухудшают течение всех заболеваний, в том числе от течения тех же заболеваний сердечно-сосудистой системы, то ущерб, который они наносят всему обществу, всем людям, он просто колоссальный. И, конечно, на первом месте в этом списке стоит депрессия, как самая человеческая, как самая распространенная среди психических заболеваний. Наверное, не будет преувеличением сказать, что такие симптомы депрессии, как апатия, снижение физической, умственной активности, подавленность, часто испытывают даже просто люди в среде взрослые. Когда же, вот где-то грань заболевания это, или это просто плохое настроение у человека? Это очень важный вопрос, Татьяна Николаевна. Очень хорошо, что мы поднимаем его здесь сейчас, в том числе для студентов. Потому что очень часто приходится слышать высказывания по типу «У меня сегодня депрессия», или «У меня в течение двух дней была депрессия». Дело в том, что здоровый, нормальный, здоровый человек, не китайский болванчик, он периодически испытывает всю гамму человеческих чувств. Это может быть грусть, печаль, это может быть чувство вины за какие-то свои поступки, это может быть усталость, потому что у нас бешеные часто бывают нагрузки и темпы жизни. И не нужно спешить называть все эти состояния, вот снижение работоспособности, активности, спешить называть это депрессией. Очень важным критерием является временной. Если человек в течение более двух недель испытывает не просто грусть, печаль, а вот он перестает справляться со своей повседневной активностью, только тогда мы можем задуматься о том, не депрессия ли это. То есть вот этот период – две недели. Даже если человек не испытал каких-то серьезных потерь, тогда мы можем дать ему больше времени на проживание реакции горя. И кроме того, это не просто печаль. Ну, человеку может быть скучно, да, вот он переехал в другой город, ему не с кем общаться. Это тоже не повод называть печальное настроение депрессией. Должны быть другие симптомы, дополнительные. Должны быть изменения мышления, должно быть снижение способности радоваться жизни, чувство вины, он должен чувствовать себя плохим. То есть там целая, целая перечень критериев и симптомов, которые очевидны для специалистов и могут быть совершенно незаметны для окружающих. И вот я против, когда говорят, что, ну, что тут такого, депрессия, слово все знают, да, это как вот, как мы легко говорим, бросаемся психиатрическими словами бред, истерия, депрессия. Так вот, депрессия – это серьезное заболевание. И словом этим тоже не нужно так бросаться и не путать его с печалью, с реакциями утраты, с горем, даже с этими понятиями. Это заболевание. Ольга Николаевна, ну, вот многие считают действительно проблему депрессии какой-то такой раздутой, надуманной. В то же время многие говорят, что это просто мрачные люди изначально по жизни. Что же на самом деле показывает ваша практика? Для кого характерна депрессия? Люди по-разному воспринимают окружающий мир. У людей, у каждого человека свой ресурс выносливости, да, и организм, он имеет границу свою, работоспособность. Когда человек достигает пика этой границы, да, и организму необходимо отдохнуть, вот тогда может и происходить такой вот стрессогенный вот такие вот факторы, да, когда человеку необходимо отдохнуть, вот и снижение вот настроения происходит. Но это совсем не значит о том, что такие люди наиболее расположены к депрессии. Ещё существует такое понятие, как очень распространённое, да, ты кто, оптимист или пессимист? Да, если люди всё-таки концентрируют своё внимание на теневых сторонах жизни, то и для таких людей снижение фона настроения это будет характерно. Да, такие люди наиболее подвержены, скажем так, появлению депрессивных состояний. А также, конечно, следует учитывать и нервную систему, да, это та же наша стрессоустойчивость, уровни стрессоустойчивости, с которыми организм способен самостоятельно справляться в жизни. А вот человек в состоянии депрессии, он может сказать, что я оптимист? Или это не характерно для него? Или он всегда скажет, что я пессимист? Вы знаете, в состоянии депрессии происходит очень такое изменение мышления. И человеку очень сложно говорить о том, что оптимист или пессимист, по всей видимости, люди в такие моменты просто про это не думают. Человек всё своё внимание отдаёт той ситуации, которая его окружает. И не сказать, что депрессия – это такое состояние, в которое человек погрузился, да, существует ряд проблем, каких-то кризисов, преодолевая которые, да, человек выдыхается и не видит выхода из этих ситуаций. Человек останавливается, да, и организм опускает руки. И оглянуться – нет возможности посмотреть какой-то ресурс, да, и то хорошее, что ещё может быть впереди, и как можно изменить, да, что я могу, что в моих силах изменить в этой ситуации. По большей части люди фиксируются на всём негативном, что происходит, фиксируются на неприятных ощущениях, на негативных эмоциях, на снижение настроения и более всего на безразличие, да, вот такое вот состояние «хочу кричать, но не могу», «хочу плакать, но не могу». Собственно говоря, вот это является и депрессивностью. Спасибо. Ну а теперь давайте послушаем, что наши ребята нам предложат по поводу «наследуется ли депрессия?» Кристина, что вы считаете? Хотелось бы отметить, что наследование депрессии – это вопрос, который был многократно изучен. Генетики обнаружили, что короткий аллельный ген 5-HTT является ответственным за возникновение симптомов депрессии, однако не является доминирующим. В настоящее время существуют убеждения о биопсихосоциальном происхождении депрессии. Герман, что-нибудь дополните? Я согласен с мнением Кристины по данному вопросу. При этом я хочу добавить то, что в 2016 году было проведено крупномасштабное исследование, где было задействовано более 300 тысяч исследуемых и было установлено о том, что имеются определенные участки нашего генетического аппарата, которые могут быть ответственны за возникновение депрессии. Спасибо, Санна Владимировна. Ну что, мы, наверное, принимаем этот ответ или что-то добавим еще? Мы принимаем этот ответ как основу, потому что у нас следует предрасположенность депрессии. И Кристина правильно сказала, в рамках биопсихосоциальной модели это только генетическая предрасположенность, это только та основа, которая, если человек попадает в дополнительную неблагоприятную среду, у него нет поддержки близких людей, у него сложное детство, в котором он воспитывался, много травмирующих ситуаций, когда это будет способствовать развитию. И даже такой у детей синдром Пьерро, когда они грустные, они склонны к депрессии уже начиная с маленького возраста, потому что вот эта наследственная предрасположенность к недостаточному количеству накоплению гормонов удовольствия, ну скажем так, эндорфинов, гормонов радости, если говорить простым языком, то даже детство для таких людей не становится счастливой порой, потому что вот эта предрасположенность, она начинает проявляться уже с ранних пор. И с другой стороны, при наличии предрасположенности, попав в благоприятную среду, наполненную ощущением безопасности, теплоты, заботы, полная семья, предсказуемая жизнь, хорошая учеба, поддержка во всех начинаниях, человек может более или менее благоприятно избегать тех генетических подножек, которые ему подставляет собственный организм. Отлично. Ну, ребята, вместо второго вопроса я хочу вам предложить поучаствовать в некотором эксперименте. Сейчас перед вами на экране продукты и напитки. Я хочу, чтобы вы выбрали сначала те, которые облегчают протекание депрессии, может быть, уменьшают какие-то ее клинические проявления, а потом обратные продукты, которые усугубляют депрессивное состояние. А потом мы это все обсудим. В настоящее время именно депрессия – наиболее распространенное психическое заболевание. Ею страдает каждый десятый человек. Две трети – это все-таки женщины. Оксана Владимировна, какой процент все-таки пациентов доходит до врача? Это коварный вопрос, Татьяна Николаевна. Дело в том, что мы можем ссылаться только на статистику европейскую и на количество тех людей, которые попали на прием к психотерапевту. Есть такое слово «стигматизация», которое обозначает клеймо, или изменение отношения к человеку, если он обращался к психотерапевту. И, к сожалению, наши пациенты очень боятся обращаться к психотерапевту. Я надеюсь, мы вернемся к этому разговору. Но если говорить о распространенности среди женщин, реальной, более или менее реальной, то она, я думаю, среди здоровых женщин – это молодого возраста. Вообще среди здоровых людей это, наверное, 6%. То есть вот стоит 100 человек на остановке, у 6 дней депрессия одномоментно. Если уже был один эпизод, то риск увеличивается в 3 раза практически. Если при уточненоследовательная предположенность, соматические заболевания, гормональные изменения, то риск может увеличиваться до 80%. А почему все-таки женщины? Почему вот контингент женский, вроде бы гормоны, которые защищают от многих болезней, а здесь наоборот, эмоциональная лоббильность какая-то или что-то другое? Во-первых, у женщин депрессивные расстройства протекают более заметно. Женщины, несмотря на то, что наши женщины, они такие очень сдержанные, мы не итальянки, все-таки умение плакать, умение жаловаться, умение испытывать грусть, все-таки больше свойственны женщинам. Мужчины чаще прячут свою депрессию за злоупотреблением алкоголем, каким-то брутальным поведением по типу, там, драки или, может быть, учащением, там, рыбалок, наоборот, каких-то. Они просто сейчас все больше говорят в Европе, что они по-разному проявляются, умещены женщины депрессивные. А классический вариант, тот, который описан, тот, который проявляется шкалами, тот, который выявляется врачами, он больше характерен для женщин. Ну, и, кроме того, у женщин традиционно образование, такое воспитание, я бы даже сказала, предъявляющее большее требование. Она должна быть хорошей матерью, она должна быть хорошей хозяйкой, она больше должна. И вот это должностование, привитое в возрасте, там, с 5 до 10 лет, оно, соответственно, если возникает ощущение, я не справляюсь, оно тут же дает чувство вины, которое запускает психологические механизмы развития депрессии. Оксана Владимировна, ну, мы вот уже упоминали таких внешних проявлений в депрессии. Скажите, пожалуйста, а физиологические, какие происходят в организме изменения у этих людей? Какие другие органы и системы, возможно, задействованы? Очень важно понимать, что депрессия – это не только плохое настроение. Клинически, то есть когда это заболевание, оно сопровождается очень серьезными изменениями и соматическими ощущениями, из-за которых человек пойдет не к психотерапевту или к психологу, а пойдет к кардиологу, к гастроэнтерологу, к невропатологу. Потому что, именно потому, что депрессия – это заболевание и сопровождается биологическими, химическими изменениями в головном мозге, и жалобы будут тоже самые разные. Ну, во-первых, это изменение аппетита. Чаще всего все-таки аппетит становится хуже. Еда становится безвкусной, долго стоит, возникает ощущение, что она стоит внутри. И тогда ухудшается аппетит, снижается вес, развиваются запоры. Женщины говорят, что они на целый размер похудели, стала плохая кожа, стали плохие волосы, они стали плохо выглядеть. Реже аппетит растормаживается, тогда они начинают есть много. Не надо путать эти состояния с заболеваниями, анорексией, булимией. И там изменение аппетита самостоятельное здесь – это попытка организма каким-то образом уравновесить дискомфорт внутренний. И если аппетит увеличивается, то, соответственно, вес может набираться тогда. Могут быть мышечные боли, могут быть головные боли, ощущение сердцебиения, повышение артериального давления. Но очень часто по частоте жалобы вместе с нарушением аппетита нарушается сон. Причем для депрессии характерно не столько трудностью засыпания, сколько ночное пробуждение, ночные кошмары и утреннее пробуждение. То есть когда человек проснулся раньше будильника на час, на два раньше, и с ощущением, что впереди кошмарный день, не может заснуть дальше, не может больше заснуть. Ну и, соответственно, могут быть социальные мысли, которые являются таким самым большим бичом. То есть такое подобие даже какого-то порочного круга. Он не выспался еще больше, у него глубже эти все симптомы проявления депрессии и так далее. Еще больше чувство вины – это такой, получается, такой большой виток. То есть он еще себя хуже чувствует, еще больше себя в этом обвиняет, еще хуже начинает себя чувствовать, еще меньше начинает есть и так далее. Да, конечно. Спасибо. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, ну все-таки раз это болезнь, значит, здесь нужно лечение, в том числе и медикаментозное. Ну, наверное, говорить об этом нам сейчас некорректно, и прежде всего потому, что подход к каждому пациенту, он индивидуален, и назначает врач лекарственные препараты. А как можно скорректировать это состояние? Ну, вот просто, может быть, образ жизни изменить, может быть, еще какие-то рекомендации есть. Вы знаете, ну, здесь следует несколько уточнить, скорректировать состояние. Если мы говорим о том моменте, о том процессе, когда депрессия уже есть, да, вот допустим, то скорректировать это состояние может только специалист-доктор. И обязательно к нему. Если же говорить о профилактике, да, депрессивной... Да, то, что люди называют, у меня депресс, на самом деле это может быть плохое настроение и усталость, да? Да, если говорить о профилактике депрессивных состояний, то в первую очередь следует помнить о гармонии с самим собой. Очень хорошо помогают в этом занятия спортом. Очень хорошо переключать, важно переключать свое внимание, да, на какие-то хлопоты, на какие-то мелочи, возможно, на какие-то вещи, которые человеку очень нравятся, и он получает удовольствие, да, выполняя работу. Например, для женщины нет ничего важнее, ну, отчасти, да, нет ничего важнее хорошо выглядеть. Поэтому, когда снижается настроение и чувствуешь себя не совсем хорошо, подойди к зеркалу, улыбнись, скажи, пожелай себе хорошего дня, отметь, какая ты прекрасная, нанеси макияж, да, и тогда желание прогуляться, выйти на улицу, порадоваться солнечному дню, показать себя людям, посмотреть на других, да, оно появится само собой. В таких ситуациях необходимо себя чуть-чуточку и заставить, потому что само по себе ничего не придет. Обязательно важна поддержка близких, друзей, необходимо общаться. Это все очень важные вещи, которые, ну, в общем-то, являются профилактикой депрессии. Ну, и, наверное, питание тоже очень важная составляющая при депрессии. Поэтому я предлагаю обратиться к нашим ребятам. Что они нам предложат в качестве продуктов, которые помогают при депрессии или выйти из этого состояния, или, может быть, профилактика депрессии, а что наоборот влияет? Ну, Кристина, что вы предлагаете нам? К первой группе предлагаю отнести бобовые... Первая группа – это препараты, которые улучшают? Да, снижают симптомы депрессии. Предлагаю отнести бобовые яйца, а также оранжевые фрукты и овощи. Бобовые яйца, они содержат аминокислоту триптофан, которая в нашем организме превращается в серотонин, так называемый гормон счастья. А оранжевые фрукты и овощи содержат необходимые витамины, микроэлементы, наиболее важные из них магний, цинк, железо, а также фолиевую кислоту, которая является стабилизатором нервных клеток и предотвращает симптомы депрессии. Ну, Герман, вам, наверное, досталась вторая группа тех продуктов, которые усугубляют симптомы депрессии. Да, к группе таких продуктов относятся кофе, шоколад, булочки, сосиски, то есть всё то, что мы очень сильно любим. Но почему, задаёмся вопросом, казалось бы, шоколад – прекрасный продукт, вкусный. Дело в том, что шоколад сам по себе повышает уровень глюкозы, которая, да, стимулирует хорошее настроение. Но этот эффект, он недолгосрочен. Через несколько часов уровень гликемии падает, то есть концентрация глюкозы в крови, и человек чувствует слабость и усталость. Спасибо за ответ. Ну, что мы можем прокомментировать по этому поводу? Прокомментировать можно. Во-первых, отношение к шоколаду, оно очень неоднозначное. То, что сказал Герман, относится к шоколаду молочному. Горький или чёрный шоколад в небольших дозах, он может быть даже полезен. Вот. Из того, что ещё однозначно вредно, это разные варианты фастфуда. Это всё, чем прищит вся наша общепит, вот жареная картошка, жареные все эти, то есть эти быстрые жиры. Трансжиры, да, так называемые. Трансжиры, вот эти, да, эти вот булочки с кунжутом, все вот эти, всё то, что вот весь этот Макдональдс, будем говорить так, это однозначно не способствует здоровью нейронному. И если ещё говорить о том дополнительно, что полезен, то я бы ещё добавила сыры, а также вот кроме бобовых, различные орехи, сухофрукты, вот тоже оранжевые. И сыры, ну, вот взяли, конечно, там с плесенью, если есть такая возможность, но хотя бы, да, вот любой козий сыр, творожные сыры, они тоже способствуют серотониновой стимуляции, они тоже способствуют. Но опять же, как правильно сказала Ольга Николаевна, в данном случае, когда мы говорим о здоровом питании, мы говорим лишь о поддержке организма и о профилактике. То есть когда заболевание уже наступило, это уже, ну... Уже поздно что-то, да? Как и валерьянка, да. И никакие продукты, наверное, не помогут. Да. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. И традиционно в конце нашей передачи я бы хотела, чтобы вы дали оценку нашим будущим специалистам, насколько они готовы к такой сложной профессии, как профессия врач. Оксана Владимировна. У нас совершенно замечательные ребята. Хорошо подготовленные, думающие, знающие проблемы. Хотела бы поблагодарить их, вас, Татьяна Николаевна, а всем нашим зрителям пожелать радости. Вот искать, находить в своей жизни радость маленькую, чтобы она сливалась в большие-большие радостные события их жизни и творить эту радость своей жизнью. Спасибо большое. Ольга Николаевна. Мне хотелось бы пожелать нашим зрителям, всем присутствующим, жить в гармонии с самим собой, да, стремиться к гармоничности, настраиваться на свое личностное развитие и тогда восприниматься стрессовой ситуацией, да, наш мир, технологии, изменения будут несколько проще. То есть, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Как сказал Виктор Чопра, пой свою песню, неважно, слышит ее или не слышит, нравится она или не нравится. Пой свою песню и будь счастлив. Спасибо большое. Гораций говорил, если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. И действительно, это справедливое утверждение. И чтобы оно не стало реальным, нужно заботиться о своем здоровье уже сегодня. До новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова